Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и в мире. Теперь нас можно смотреть и в Телеграме, ссылку на канал вы найдете в описании этого видео. Практически после каждого моего ролика о гастролях театра имени Валерия Гергиева в Москве, вы просили меня съездить в Питер рассказать о том, что творится в Мариинке один, два, ну или хотя бы три. Доехать до других филиалов этого большого предприятия мне точно не удастся, а Питер, ну это же всего 600 километров от Москвы. И вот я здесь. Как-то звезды сошлись так, что я приехал на исходе января в начале февраля. Меня заинтересовал дебют Александра Ведерникова в роли главного дирижера Михайловского театра, но об этом завтра-послезавтра расскажу. В Эрмитаже великий Пьера де ла Франческо, аж 11 работ его, это же чудо-выставка. Ну а в Мариинском меня привлек старый спектакль Тристана Изольда Вагнера в постановке Дмитрия Чернякова. Год назад я видел новую версию Черняковского Тристана в Берлине и рассказывал о ней на канале, ссылку тоже дам в описании. Этот спектакль вновь, как и в истории с двумя его китежами, показал, что режиссер за полтора десятка лет вырос и сильно изменился. И это прекрасно, ведь плохо, когда от успеха у постановщиков идет стагнация. Но посмотрев пару лет назад «Жизнь за царя» в Мариинке, спектакль этот тоже в постановке Чернякова здесь идет, а теперь и Тристана, я понимаю, почему всем своим друзьям и знакомым он запрещает посещать свои постановки в этом Петербургском театре. Но и с Гергиевым он ссориться не хочет, поэтому вычеркнул три этих инсценировки из своей жизни. И идут они в Мариинском театре в ужасающем виде, просто позорном. Ну, то есть, если бы он видел, как смонтированы декорации, как выглядят швы, даже этого человека хватил бы инфаркт. Уж поверьте мне. Но для Мариинки это нормально. А Гергиеву нужны постановки Чернякова для поднятия имиджа, потому что то, что окружает их, это еще намного хуже. Пустые спектакли, зачастую поставленные случайными людьми, верными воздыхателями или нужными потомками, как в случае с дочкой Георгой Шолти. Его жена возглавляет фонд друзей театра в заграницах. Понятно, что все мизансцены уже уничтожены, что во время спектакля все время, например, забывают закрывать двери, когда они должны быть закрыты, и чья-то волевая рука из-за кулис это делает, чтобы не случился конфуз. Но все бы это, плохо натянутый потолок, слишком сильно закрепленная занавеска, было ничего, если бы в партии Тристана не был Михаил Векуа. Один из важных принципов творчества Чернякова – никто не должен выглядеть на сцене смешно. Векуа мог бы исполнять партии мими или логи, но, простите, для Тристана он никак не подходит. И дело даже не в том, что он не может петь эту музыку правильно, но весь его внешний вид все время вызывает только улыбку. Вот зачем Гергиев так подставляет артистов? Ну, это принцип Мариинского театра. Главное, что за пультом бы был худрук. Дальше неважно кто, что и как. И любой, кто окажется таким молодцом, что выучит партию, типа Тристана, ужасно сложную, тут же будет допущен до исполнения. На этой фабрике грез, продающей публике продукт среднего качества, под вывеской одного из лучших мировых театров, любой певец, который более-менее может открывать рот, сгодится. Конечно, если он готов жить в стрессовом режиме, придуманном худруком, выступать без репетиций, ну, думаю, говорить комплименты выдающемуся дирижеру. А как без этого? И люди, которые живут в этом городе и ходят в этот театр часто, они ведь на самом деле уверены, что ничего на свете лучше нет. И им страшно повезло, что именно у них такой выдающийся дирижер творит на благо меломанов. Примерно этот же эффект мы сейчас наблюдаем в Перми. Люди, вырванные волей одного дирижера, из ощущений, что их участь провинциально, верят им безоговорочно. Мне прислали какие-то ссылки на обсуждения в группах Тристана, и я с удивлением обнаружил, что Векуа того же нахваливают. И ладно внешний вид, но уж пение это точно не назовешь вагнеровским. Остальные люди в этот вечер на сцене, обкатанные ведущими театрами, уже понимают, что Вагнер это некая смесь пения и мелодикламации. А если у тебя луженая глотка, то этого еще мало для Тристана, хотя и она, конечно, пригодится. Но если орать, то до конца ведь не доживешь, а Векуа не дожил, начал кашлять в третьем акте, и хоть пытался изобразить, что так надо по роли, но не обманешь же. Вообще вот именно эта история прикладных певцов к маэстро мешает часто и прокату спектаклей в Мариинке. Насколько я понимаю, с тех пор, как первая из Ольды Лариса Гоголевская уже перестала петь эту партию, спектакль Чернякова испытывал проблемы. Но нашлась московская из Ольды Елена Поповская, которая постепенно становится специалистом по Вагнеру у нас. В прошлом году она спела с успехом, к примеру, серию спектаклей «Летучий голландец» в Барселоне. Ее пригласили для показа спектакля Чернякова в Владивостоке минувшим летом, а теперь вот и в Питер. Теперь есть с кем показывать. Да и Екатерина Губанова, которая регулярно поет партию Брангена в мировых центрах, готова всегда приехать. А к ним в придачу Михаил Петренко в партии «Имарка», Евгений Никитин, «Курвенал». Вот уже приличный состав вроде бы. Но тут начинается главная беда. И беда эта называется «некогда репетировать». Или даже так «нафиг эти репетиции? Кому они нужны?» Узаконенная Гергием возможность выходить на сцену без репетиций на руку многим нерадивым певцам, которые уверены, что репетиции для дураков. Особенно теперь, когда неофитская публика хлопает и кричит «браво» даже тем, кто дает петуха. Но есть оперы, которые все же не поддаются методу штурм-ундранг. И вагнеровская «Тристана» и «Изольда» одна из таких. Чтобы неотрепетированность была не так заметна, чтобы хоть что-то сходилось, маэстро задал на удивление медленный темп. И в этом темпе оркестр откровенно не лажал. Но в этом темпе погибли все, без исключения солисты, кроме Векуа, который погиб в тот момент, когда решил выучить эту партию. Я слышал, как Поповская поет «Изольду» в новой опере, как Губанова пела в Черниковском «Тристане» в прошлом году в Берлине. Не являюсь поклонником Петренко и Никитина, но все они в этот вечер умерли благодаря умелой работе капельмейстера. Были такие моменты, в которых мне было просто не по себе, например, в монологе Марка из «Старого акта». Конечно, и спектакль в отсутствии режиссерского контроля превратился в свою плохую копию. Та же Губанова, например, после берлинской версии все время играла не то. Это теперь у Черникова-Брангена с самого начала замышляет недобро и в конце концов оказывается на месте «Изольды» рядом с Марком. А в том старом, практически юношеском спектакле у нее куда как скромная роль. Но удивляет меня не это, а то, что на следующий день Гергиев дирижировал в Москве песню «Земле» Малера. И каково это дирижировать такими произведениями два дня подряд? Думаю, что еще хуже было москвичам, которые услышали этого Малера после этого Вагнера. Все же музыка и та, и другая не предполагает, чтобы дирижеры шарашили ее, как вальсы Штрауса, каждый день. Вчера же Гергиеву вручили в посольстве Италии какой-то там итальянский орден. И вот это, конечно, самое ужасное, что халтура как стиль жизни награждается, а не наказывается. Мало того, она клонируется. Вчера социальные сети кипели от поста баритона Костаса Сморегиноса, которому повезло спеть в Большом театре «Пиковую даму». И он прямо назвал Тугана Сохиева, приехавшего в день спектакля, тенью Гергиева. Конечно, в данном контексте Гергиев скорее использовался как положительный пример, но это потому, что выступающий по всему миру литовец не был приглашен в Мариинский. Вот рядовые спектакли Мариинского – это тоже итог десятилетий правления Гергиева. Вчера я посетил Трубадур Верди в постановке Пьера Луиджи Пиццы. В свое время Пиццы был такой режиссер Алядзе Фирелли, выбившийся из художников. Но его стильные спектакли много лет назад можно было смотреть. Никогда не забуду его прекрасные постановки Пуритан или Дон Карлоса. В последнее время сказывается возраст, то, что теперь за Пиццы фактически ставит усыновленный им ассистент Массимо. Картинка вроде еще ничего, но то, что творят певцы на сцене, не лезет ни в какие ворота. Порой это так смешно, вся эта псевдореалистическая классика. Бессмысленно и тупо. На днях транслировали, кстати, Трубадура в постановке Роберта Уилсона из Болонии. Реплику его пармского спектакля. И хотя я не люблю, как Боб ставит Верди, все равно эта постановка была честнее, чем спектакль в Мариинке. Вы хотите, чтобы певцы просто пели? Ну вот вам, стоят и поют. А в спектакле Мариинского театра люди отчаянно изображают цыган, рыцарь, испанцев. А толку ноль. Они так и остаются просто провинциальными певцами, которые каждый вечер с трудом штурмуют классические вокальные высоты. Но бог с ней постановкой опять же. Трубадур Верди, дайте нам голоса, дайте нам услышать все чувства, заложенные в музыке. И, конечно, верхние ноты, без которых невозможно представить себе полноценную постановку оперы Верди. Кстати, маэстро Сенкевич в этот вечер начал спектакль вовремя, а Гергиев на 30 минут позже. Значит, собирается публика. Можно вовремя начинать. Не рухнет мир, не будет света представления. Вялый оркестр, правда, напомнил мне о вечере накануне в обществе гергиевского прочтения Тристана. Иногда темпы были слишком под ножку. Ой, простите, под горло певцов. Но и это им не помогло. За весь вечер ни один из участников квартета солистов не смог полноценно и качественно исполнить верхние ноты. Ну как это? Как такое возможно в театре, который называется мировым оперным центром? Начнем с моего любимого тенора Нажмедина Мавлянова. Я рад за театр Станиславского, чьи певцы сегодня востребованы по всему миру. Но что это было? Когда Манрико запел за сценой, то уже было ясно, что это солист театра имени Алишера на ВАИ в Ташкенте. Такой странный звук, но лучше всего было, конечно, в знаменитой арии Осибен Мио, где ни о Кантилене, ни о Легато не было речи. А уж кабалета Диквелла Пира, она вообще была не спета. А финальная нота, должна быть до, наверное, это было нечто. Смотрите в Телеграме, там я выложил фрагменты. Это просто позор. То же самое было и с мецосопраном Зии Ниарадзе и баритоном Алексеем Исаевым. Кстати, за месяц, что я купил билеты на этот спектакль, исполнитель партии Дилуны поменялся два раза. И вместо Сулимского, а потом Бурденко в финале пел Исаев. Зачем вообще заранее объявлять составы, чтобы так часто их менять? Опять профанация. Исаева просто не было слышно в ансамблях. С хором тем более. Его глухой, неподходящий для этой партии голос все время терялся. Амзия Ниарадзе просто что-то выкрикивала. Да, Азучен это чрезвычайно сложная партия, мы это хорошо знаем. И зачем назначать на партии певцов, у которых в багаже уже давно, а может никогда и не было, верхних нот? Нет. Ответ прост. На фабрике по выпуску никому не нужных спектаклей не имеет значения ничего, кроме лейблов. А лейбл автоматически присваивается тем, кто, например, поет с Гергиевым. Господин назвал меня любимой женой практически, что-то вроде этого. Ну и публика вслед за господином. Возможно, из-за этого самым большим разочарованием для меня стала Татьяна Сержан в этот вечер. Как, вам не нравится Сержант? Да она лучшая, что сейчас есть в Мариинке. Этот тезис я часто читаю в комментариях к своим роликам. Но, друзья мои питерские, это ваша участь. На безрыбье выбирать хоть кого-то, кто более-менее презентабельно выглядит и также более-менее прилично поет. Когда в Москву привозили Симона Баконегра в концертном исполнении, я даже был готов поверить, что Татьяна Сержант почти звезда мировой величины. Но много ли стоят звезды, которые хорошо выглядят от того, что их партнеры на сцене ничто? Я знаю Татьяну Сержан еще с тех пор, когда она получила маску за богему в театре Зазеркаля. Тогда она обещала быть звездой. Что с ней случилось? Сегодня, похоже, все позади. И Мариинка ее учить до конца карьеры. Ну или еще какая-нибудь венская опера, которая тоже испытывает дефицит рабочих лошадок. Зачем Сержант поет в трубадуре, для меня осталось загадкой. Все верха спеты, что называется, мастерством и единым приемом. Каждый хор наверх типа происходит на пьяно. Выглядит это странно. И становится быстро понятно, что все это у нее от того, что нот этих нет. Ну и что? Мало ли опер, в которых тасситура пониже, а ее, безусловно, сильное актерское дарование и сценический презентейшн найдут лучшее применение. С трудом вытянув Тачея Леонота Плачеда, первую арию с самыми высокими нотами и сложными пассажами, сержант должна была уж точно выстрелить в сцене у тюрьмы. Уж мизереры могло стать ее звездным часом. Не знаю, что случилось, но во втором проведении артистка проглотила половину фразы, не вовремя вступила, что-то был какой-то ужас. А дальше вовсе не задалось ту ведрай, все это превышало уже намного исполнение ниже санитарной нормы. Простите те, кто писал мне о величии, сержант, ничего не вышло на этот раз. Я очень хотел ее полюбить. В репертуаре оперной труппы Мариинского театра сегодня значатся более 110 названий. Понятно, что поддерживать такое количество спектаклей в приличном состоянии не может ни один театр мира. Похоже, что не выбери, все это будет примерно как Тристан, если с Гергиевым, и как Трубадур, если без него. Результат для меня равный. Похоже, что в России и на нашем веку не дождаться того, чтобы были и у нас нормальные театры, качественные спектакли, контрактная система, которая позволила бы нам не ловить крохи таланта у штатных солистов, а наслаждаться мировыми звездами. А ярлыки, которые всему этому приклеивают, продолжают действовать на тех, кому нужно развлечение на один вечер. Думаю, что всем, кому не безразлична судьба этого жанра в России, должны продолжать говорить и писать о том, что так, как сейчас, не может быть. В 1997 году я написал статью под названием «Гергиев, которого мы потеряли». А я могу вновь повторить этот текст, и он вновь будет правдиво отражать действительность. Хотя с тех пор империя Мариинского раскинула щупальца по всей стране. Только в Питере появилось два новых здания. Но опера – это все же история не про здания, а про то, что в них. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Завтра-послезавтра расскажу вам о дебюте Александра Ведерникова на посту главного дирижера Михайловского театра, а потом и программу из произведений Чайковского, который перед гастролями в Японии обкатывают в Москве и Питере Курензис и его оркестр. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. И до новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok